Повысить качество образования и здравоохранения, увеличить оклад бюджетников, снизить ставки по ипотечным кредитам. Примерно так выглядят предвыборные обещания политиков. Мы решили узнать, чего же хотят ивановцы от будущего президента. Жители текстильного края беспокоят проблемы социальной сферы, жалуются на недостатки системы здравоохранения и высокие цены в магазинах. Размеры пенсий и пособий оставляют желать лучшего. Да хотелось бы пособия, да, какое-нибудь реально, чтобы платили побольше, потому что денег не хватает. И, как говорится, вот обычно отправляют материальную помощь куда-то за границу, что-то где-то случается. А взяли бы материальную помощь бабушкам в деревню, отправили бы. Остается все по-прежнему и побольше, пожалуйста, программ для молодых семей, потому что очень тяжело растить детей, когда работает только папа, не хватает одной зарплаты. Раздражение горожан вызывают и разбитые дороги. Даже на центральных улицах Иванова можно встретить не один десяток ям, что уж говорить об окраинах. Ряд вопросов и к качеству новых автодорог, которые за несколько лет покрываются трещинами и выбоинами. Дороги, чтобы отремонтировали. Я не местная, и очень тяжело ездить домой, потому что одни колдобины. Даже не знаю, чтобы дороги сделали. Вот самое главное. Вот налоги мы платим, чтобы сделали дороги. Вот, а так, а так чего еще поживать? Чтобы медицина улучшилась, в моем мнении. Все. Представители власти регулярно рапортуют о снижении показателей безработицы. По мнению Ивановцев, ситуация не меняется. Найти вакансию с достойной зарплатой по сей день непросто. На этом перечень проблем, на которые президенту стоит обратить внимание, не заканчивается. Ну, поднять экономику России, снизить уровень безработицы в стране, улучшить сферу коммунальных услуг. Чтобы для молодежи была работа, чтобы старикам у нас, пенсионерам, добавили пенсию. А то очень тяжеловато прожить. Коренных изменений, ну, это сложно сказать. Это, как говорится, там выше им видно. Конечно, внешняя политика беспокоит. Примечательно, что граждане не сказали ни слова о спорте, туризме или культуре. Сложно думать о пище духовной, когда едва хватает денег на продукты и квартплату. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.